вот это не быть заебра я в тиндере кстати голод стандарт кутил я даже бы что не говорил это просто хороший дополнительный канал это будет записи там прокачался нет конечно пошел уже к депутатам с тем же продуктом ног депутат рот еще мышь про инсту разговариваю я кстати думаю реально может может зайдет все старт и да давай всем привет и сейчас у нас гостях миша грибов претро миша грибов очень активно развивается в инстаграме он занимается нетворки гом и как эксперт часто выступает ездить по всей россии выбрал такую стратегию именно через instagram и у него это очень хорошо получается так что мы сейчас узнаем как именно если там схема или он так по наитию сидел а давай мужик расскажи в принципе вот что тебе сейчас дает инстаграм да все в принципе взгляд а то есть ты экспертность свою сформировал уже там да ну если серьезно давай расскажите чего начинал и вот сейчас что ожидает ты же будешь карты обрезать ну в принципе нет нет ну там про ведь его давайте завтра проведем очень нативно типа говорящего сильно супер нативный типа вообще как есть прям все и всту я начал качать с января прямо целенаправленно до этого это был просто как-то делал я по наитию чудо оплату что-то постил никого результата январь январь февраль март апрель май ну почти полгода дошли полгода у меня было где-то примерно 6000 подписчиков сейчас тридцатка да то есть принципе 25 тысяч подписчиков за меньше полгода да немного но при этом концентрация людей и вовлеченный за что большая прям пять месяцев подряд старался фигачить вот я прям сейчас охвате на постах посты 15 вот stories сейчас уже рекорд был до меня 9000 9000 просмотров что круто круто это хочет 50 процентов фото от подписчиков тем же охлада охват по посты дождь и простые до stories 3 почти да ага и вот с чего получается в январе ты начал прям активно развивать да сам начал или уже была команда ну я честь ты выбрал смотри ты конкретно определился с нишей да решил что я буду качать нетворкинга да с этой темой определился четыре года назад а я помню в неверие начинается я очень давно этим занимаюсь очень давно обучал и параллельно работал по найму то есть работал в разных компаниях качал карьеру нет никогда не нравилось и я всегда хотел иметь свой какой-то вот краски личный бренд и свой бизнес не было никуда никогда альтернативы чтобы мог перейти и зарабатывать хорошо помимо работы по найму поэтому я все время работал по найму и был не удовлетворен этим но в принципе сейчас как кейсы у тебя классно это даже в шапке профиль написано и и через нетворкинг я познакомился с инстаграмом то есть сначала у меня появилась девушка блогер просто бьюти блогер и я с ней встречался год и она мне все время пушила заведи инстаграм у тебя то есть у меня не было инстаграма год назад у меня не было инстаграма и я завел инстаграм я начал что-то выкладывать и все потом она зарабатывала на инстаграме что смотивировала то что там можно зарабатывать она мне просто заставила в ком-то плане да да она меня заставила то есть обратной связи в течение полугода первых день instagram никакой то есть были там просто мои друзья которые смеялись над контентом как вот который я выкладывал время от времени все ты старался прям вообще я да я старался сильно я выкладываю полезняк но есть вот прям наверное если говорить про контент тоже полезный первая самая основная ошибка это когда люди когда только начинают они начинают убиваться по контенту но при этом продвижение у них нет никакого они выкладывают контент для одной и той же аудитории да то что делал я первые полгода и потом ко мне на коучинг по нетворкингу пришла могу совчук известный дом и всем боги да и я воочию общаясь с ней обучая ее я обучался и сам него очень видел как она качает инсту блогеры макеты на типа взаимодействовать и так далее так далее я только подумал надо пробовать попробовать перенять то что она делает и начал внедрять где-то вот у нас был коучинг ноябрь декабрь я начал внедрять у меня пошли результат а тебя маргос мотивировала то что она зарабатывает там много в том числе я видел что это не так сложно как я себе это придумал да вот и начиная и просто поставил себе цель это в декабре и январе полностью внедриться в эту тусовку то есть попасть в это окружение прям конкретное решение принял что все я рада и дать я смотивировал цифры свобода цифры образ жизни не такой сложный результат потому что ты когда хочешь за пределами серии тусовки тебе кажется боже там боже как как это сложно не на сейчас так как кажется да вот нужно везде искать ракурс чем там придумывать монтаж накладывать всякую музыку сейчас гораздо легче ну в общем я прошу это легко и начал делать в январе я уволился вот начал общаться очень тесно с блогерами с разными заходил через полезность то есть к слову лайфхаки по нетворкингу да стараться все время понимать как ты может быть полезен другим людям почему они должны с тобой общаться я понял что блогерам тема нетворкинга интересна и друзья в целом как продукт интересен я начал с ними знакомиться начал предлагать свои услуги прокачивать некоторых блогеров бесплатно давать консультации коучинги ну вот и сейчас очень многие принципе вся аудитория которым сейчас есть 30 плюс 30 плюс тысяч до это люди которые меня увидели у каких-то блогеров то есть у тебя была стратегия давать полезность консультировать блогеров взамен на то что они рассказывают о себе это вся моя основа да то есть за рекламу я плачу очень мало да вот это тоже ошибка потому что сейчас я начинаю хочу меня цель до конца лета 100000 ну то есть прирасти на семьдесят тысяч но это реально абсолютно даже тоже за рулоны же выросла очень когда у тебя то совсем маленький там 5000 прям вкладываться сильно сотнями тысяч рублей в рекламу абсолютно бессмысленно у тебя нет ни стратегии у тебя нет еще позиционировать мало кто знает вот давай когда надо начинать уже вкладываться в рекламу как понять и уже как набрать там 1 10 конечно все очень сильно зависит но я бы предложил следующую стратегию я бы первое ну понятно что определиться с тематикой фокусировка если рассказываешь абсолютно если ты расскажешь про маркетинг супер если тебе нравится дизайн рассказывать дизайн если тебе нравится пить алкоголь на камеру пил как тоже найдешь свою аудиторию и следующим образом найди ролевые модели это шаг номер два найди себе ролевую модель то есть вбей в поисковик в instagram тема которая тебе интересно который рассказываешь но найди блогер который уже достиг результаты которые ты хочешь прийти в этой теме в этой теме подпишись на него и пойми что он делает почему он имеет тот результат который ты хочешь да в идеале не просто смотри в инстаграме на него а познакомься с ним поймай его на ком-нибудь мероприятие напиши серии саша привет там я такой-то чувак делаешь офигенные вещи давно на тебя подписан просто хочу тебе выразить благодарность и мне нравится что ты делаешь по скрипту меня зовут вая я занимаюсь вот этим буду рад там очному знакомству и конец маленький такой у тебя это был гилл петерсил что у меня у тебя это был гилл петерсил нет 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 а кто когда я начинал ролевая модель не было а не выбрал да но когда я делал блог ролевых моделей был дофига то есть это были для меня моя тема она очень низкая низкая узкая очень узкая и новая конкурентов в принципе нет вообще да и в плане инстаграма то есть гилл петерсил или другие ребята пару-тройку без рекламы они инстаграм почти не ведут да и больше в принципе ролевую модель у меня не было и я выбрал ролевую модель просто популярных блогеров и своих друзей блогеров а на тот момент их уже было в принципе достаточно и то есть у них у всех примерно одна и та же аудитория просто разной ниши да и ты в эту аудиторию строил свою тему нетворкинг и начал прокачивать вокруг всех блогеров свою тему да сначала я начал с блогеров которые рассказывают про психологии про отношения про коммуникации около моей темы да и постепенно постепенно потом я поставил себе цель в нетворкинге то есть я хочу выйти не на 10 тысячников 100 тысячников хочу выйти на полумиллионников и миллионников блогеров на сними познакомиться может быть предложить их прокачать и какие-то делал сначала знакомились с десятниками сотниками с полумиллионниками и миллионниками то есть одно дело ты можешь подойти сказать привет я миша давай познакомимся а другое это когда тебя подводят за ручку говорят там ли на саша вася привет это миша очень крутой чувак вы обязаны другим познакомиться это совсем другое впечатление прикольно сейчас у меня ему так и происходит и как правило например у ста тысячников есть какой-то знакомый который покрупнее его да и в принципе ста тысячник может уже познакомиться конечно это это работает на все 10000 вряд ли дастки из 500 тысяч ником все бывает вопрос вот важно найти это и последив там за этими людьми в течение недели ты примерно даже поймешь его окружение да это в принципе универсальная стратегия она работает не только с блогерами на работает и сейчас они работают с депутатами и работает абсолютно с любыми людьми то есть если ты хочешь попасть в очень сильное окружение пойми кто этих людей окружает и постарайся может быть познакомиться не сразу ну конечно с президентом вообще сложно познакомиться не сразу с топом а с его окружением и постепенно постепенно вот так идти пойми какую ценность может дать этим людям это взять надо свой продукт дать который ты можно это может быть продукт может быть сейчас насмотрит человек который продвигает корма для собак через instagram вот вряд ли продукт может быть универсальным для всех вот может быть он может зайти через что-то другое вот а для того чтобы понять в идеале в идеале сначала задаться этим вопросом и во время коммуникации с людьми сейчас уже контент по натворкингу да ну в общем ладно если не не удаваться в натворкинг самое основное первое это узкая тематика у меня да эта тематика второе это найти рулевую модель общаться в идеале общаться не просто общаться с людьми которые уже знают чё к чему как дойти до того как что ты до 100 шагам в точку третье это стараться ну в идеале если ограниченный бюджет стараться работать по бартеру попробовать найти какую-то полезность продукт который ты можешь дать сам блогеру за рекламу либо дать это что называется сделать человеку хорошо и он тебя прорекламирует в это же входит в бесплатник это взаимопиар вот кстати мы сейчас на марафоне дали задание сделать макет и плюс лид магнит какой-то чек-лист любая полезность который может быть вот ты обычно при коллаборациях используешь такую фишку что там перейдите ко мне напишите мне в директ я вам отправлю какой-то чек-лист если говорить до сто процентов вот это намного лучше работает чем просто дать просто рекомендации по это круто человек подписывайся но да это не такая не так работает я пробовал и это и это офигенно работает чек-лист прям сто процентов в идеале чек-лист через еще по-разному нужно подавать да да ты можешь говорить что привет охрененный чек-лист а можешь говорить этот чек-лист поможет тебе и три основные боли которые которые решают этот чек-лист это на самом деле вещь очевидная для всех да но мало кто это делаем вот и вот это уже сильнее гораздо сильнее то есть всего лишь 15 секунд stories дать лучше не проговорить как он называется и там чего найдете а именно боль которые решают это самое главное и чтобы они подписались или чтобы они просто в директ написали в директ написать это равно подписаться да ну голоса можно сказать как угодно а текста можно подпишитесь и напишите в директ да и это супер модели которые это очень работаю я уже неделю не могу развести директ вместе с помощницей просто нереально все пишут я от этого я от этого я от этого и мы все фигачим чек-листы чек-листы классно то есть какой-то продукт ну прям хороший совет да при коллаборации сделать заранее продукт чтобы уже было что дать полезность и какие-то боли уже закрыть точно точно и в идеале закрыть профиль а и закрыть фрага лучше работали волда закрыта камень гораздо эффективно а круто кстати вот скажи по визуалке ты вначале когда постил контента ты начали не запаялась это на диване лежать наш снять с одной стороны life такой живой на что ты реальная личность они за тобой и сыном щеки который тебя фотка это на самом деле двух слов не может вот но сейчас я вижу что ты перешел на красивый визуал на все-таки вот там я общался с ксюши шипилой тоже сильный личный бренд но навечно на сама красотка и она даже лайв контент постит очень классно вот что посоветуешь большинству людей стоит ли прям заморочить лучше скажешь для нас для пацанов для уродцев ну она красотка там все понятно у меня история другая у меня вначале вообще не было вообще не было в принципе визуала то есть у меня если я не знаю можно показатели потом люди зайдут в инстаграм отмотают назад да там были постоянные салфачи в плане я снимал полезный видеоконтент да то есть я на стуле сидел и я что-то расскажу что-то умное рассказано вот то есть и это заставлял людей пролистывать я буду дальше вот то есть ну основная фишка в том что не цепляла супер горячая аудитория который тем интересно как смотрела но я в общем делал из инстаграма youtube что не совсем правильно абсолютно и потом он со временем понял да и я сейчас делаю да красивые такие фото сессии они не такие не позерзки не позерзки а я стараюсь это делать живыми мы это специально с девушкой которая мне помогает в плане смм это прорабатываем конкретно какую все исходит из впечатление ты хочешь сказать на аудиторе это самый главный вопрос какие эмоции должны придавать фотографии когда мы сделали первый макет ленты там было очень много москва city вот это вот москва city лула и выражали при этом много пацанов в плане бизнес тематик нетворки можно отнести немножко делать это искал нет сто процентов нет нам нужно это постельные тона нам нужно что-то вот доверия дружелюбие и так далее давай я в носках сфоткаюсь у меня есть одна водолазка пиджак и носки где-то сидишь да я сижу да в на ковре вот так и заманчиваете ладно это шутка да 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 то есть сейчас мы делаем фотосессию фотосессии стараемся это делать все такими едиными кирпичиками и иногда добавлять еще и live то есть например я там слетал на тренингами роббинса в лондон для обязательно нужно эту фотку внести в ленту потому что если поставить что-то из фотосессии поставить отметку в лондон это не произведет такого впечатления вот и поэтому мы старались как-то быстро сделать обработать фотку чтобы она поместилась то есть профессиональные с такими классными которые ты выход хотел показать профессиональные там это вы на айфон или на профессиональных так раз на айфон на десятку в десятке классный фотик ну да да и получается вообще стоит команду какую-то нанимать чтобы эти фотки получились потому что сам очень долго да если не умеешь обрабатывать или не умеешь очень долго скажем рой я не умею да я не умею мне это очень тяжело я не делегируешь этот момент я делегирую абсолютно только момент визуала ленты да ты понял что это важная штука да это сто процентов важно вот реально важно то есть причем это фидбэк обратная связь от любого контингента то есть вот буквально вчера там мы общались в некоторым 40 плюс у которых нифига нет инстаграма вот и они смотрели контент до и после им было интересно что вообще там дела да да не в среднем пятна пять часов в день в инстаграме они удивились у них 6 минут вот они учетом делаешь их смотрели ленты да круто у тебя ленты и там девочки там восемнадцать лет которые постоянно зависят круто 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 потому что смотришь на америку у них вроде немножко по-другому заходит все у них вот такие живые фотки сейчас есть блогеры прям который вообще вот страшного возле вообще но я думаю к нам возможно придет рэм но сейчас даже вот блогер есть логвинная на полмиллиона подписчиков она говорит лайк все равно тренд еще визуально еще остается и ты это по сути тоже понял да да то есть над визуалом стоит если ты хочешь расположить доверие да то стоит сделать красиво и и вещь ты еще правильно сказал что холодная аудитория которая тебя не знает да она вначале идет на красивую картинку потом уже углубляет конечно ладно слушай надо определить критерий красивой картинки что это правда смотришь и блин кайп либо же это просто многие будут воспринимать что-то показательная какая-то фотография где ты должен как-то вот как-то встать и вот нет я стараюсь на тех же фотках просто показать точно просто красиво типа я могу вот у меня не не нравится мне нравится мне обработали в темных тонах но как-то не я чувствую что не моё возможно я просто не нашел пока свой стиль понимаю что и life не очень да вот смотрел ленту да но я смотрел может не самые последние фотки до этого когда ты еще эльфа эльфе у тебя у тебя нет единого стиля до каждая отдельная фотография на в принципе прикольно качественно я вы знаешь о чем еще думаю я гипотезу не проработал что многие же люди они смотрят фотки в ленте они не заходят на профиль и не смотрит единый стиль только это новые подписчики так дела на текущая аудитория она смотрит новую конкретную фотку если она блин со классные то не будут смотреть да вот а мы пока то что я сейчас делаю мы делаем все под вот этот вот единый стиль то есть какие-то фотки со мной какие-то фотки без меня те фотки где нет просто человека где какой-нибудь я не знаю они меньше лайков сервера не собирают меньше хват при этом визуал классный при этом в общей ленте это прикольно а заметил что если ты делаешь вот такие фотки то у тебя охват на следующих постах меньше на следующих постами а из-за того что это набрала не очень да ты знаешь я не ну не часто не каждый день выкладываю пост может быть было раз в два дня до и максимально полезный максимальный контент на чтобы они максимально увлечены собрали поэтому не заметил то есть если предыдущий был фигня я делаю все чтобы следующий прям собрал дофига на networking time да 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 все перезнакомились и заслали давайте уже заходит вот давай что те сейчас мотивирует вести instagram я кстати вчера об этом думал ответственность от реально вот если серьезно меня мотивирует ответственность перед людьми или бабки ответственность ответ на бабки это сопутствующие я понял что был результат тебе нужно быть ну тебе нужно давать пользу люди платят тебя за пользу за продукт и я ответственно за то чтобы этот продукт был все время качественным и постоянно развивался невозможно давать одно и то же в течение многих лет поэтому я сейчас читаю женскую литературу женскую психологию сейчас кто-то из аудитории кто любит называть сексиста сексистами всех назвала меня сто процентов что значит женская психология и да то есть это меня мотивирует постоянно постоянно вкладываться в том числе в инстаграм что-то там писать чтобы люди обо мне помнили чтобы они слышали чтобы они получали пользу только тогда instagram будет тебе приносить деньги сколько пользы и личности примерно как соотношением слушай раньше был трэш давай до после давай раньше был 90 на 10 пользовался 99 на 1 процент 99 польза постоянный я я чувак говорящая голова я там что-то умное рассказываю на твороге блин вообще такая тема которая должна обязательно ставим совмещаться не может что-то советовать когда непонятно с кем ты общаешься да то есть ты учишь общаться а с кем общаешься ты вот вот это для меня было бы классно если бы тебя фотки были с людьми да я вот тоже об этом думаю что вообще в принципе тоже в ленту я в story сейчас очень много рассказывать про свое окружение про людей с которыми общаться какие-то делали себя полная жизнь да да а в ленте а в ленте нет да в ленте нет в ленте я стараюсь сфокусироваться на максимальном максимальной концентрации полезности и я думаю что в целом пока это окей это пока это окей потому что многие люди видят мы ну как мы stories то есть они знакомятся с тобой как с личностью через stories а в ленте больше получают пользу да вот сколько у тебя раньше было 99 на 1 а сейчас как stories нет в ленте полезности в ленте суши в ленте у меня преимущественно полезность да но я нет кстати в ленте наверное сто процентов у меня был полезняк да сейчас примерно 70 на 30 70 процентов полезняк экспертность 30 процентов lifestyle но даже в тот же лайфстайл да еще раз подумай подожди в посты полезные очень часто они у меня через лайфстайл например я поехал на тренинг тони роббинса рассказываю о том лондон вся фигня показываю кадры в карусели да и это показывает что ну некий мой лайфстайл то есть невозможно поехать типа я общаюсь там рассказал какие люди там собираются и мои выводы мои инсайты да люди такие типа блин это прям был пик это бум был меня очень много людей стали писать смотри супер интересные истории когда были доказал что это я и я перри еще очень важный инструмент это умеете перри катить аудиторию с постов stories stories постов например я пишу на посты ребят если хотите больше инсайтов про тони смотрите мои истории в stories я говорю ребята типа если хотите самую главную выжимку смотрите по и качует на не хочу да и каким образом охваты и просмотры увеличивают то есть то есть например вот сейчас я готовлю пост про то совмещать приятно с полезным чем имеется ввиду вчера например меня пригласили пойти на футбол в очень классную ложу у меня знакомый занимается там спонсорами футбольного клуба цска это мой любимый клуб я мне пригласил пойти на футбол я как надворкер подумал так кого я могу взять с собой майкла бородин да 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 я взял майкл я взял там парня знакомого из администрации президента он взял с собой депутата и у нас собирался классный комьюнити и потом там это еще нам дало классно много фишек майкл потом взял всех нас бесплатно на концерт какого-то чувака я даже до сих пор не помню кто это на него какая-то известная песня одна я единственная слышал этого вконтакте ну короче к чему я к тому что вот я расскажу эту историю люди такие о прикольно общаются с такими такими-то людьми и вывод вывод что когда ты там куда ты идешь тебя куда-то приглашают либо ты хочешь просто сходить кино правой с кем ты можешь вот-вот-вот очень классный как ты нашли ноги когда отдыхают они идут не стой компании дорожно реально полезное и в такой атмосфере даже вы больше может быть инсайты конечно поймаете кода мотивация в принципе у тебя и ответственность да ты чувствуешь что ты так народ двигаешь в тему не творится и и также это приносит тебе доход да вот какие способы монетизации какой у тебя основной сейчас стоящим дохода на какой дополнительный да может быть но вот например у меня я скажу по себе что мне закрывает просто поиск клиентов я никогда не искал клиентов на личный бренд все через instagram вот сейчас уже инфопродукт до марафона тоже вот расскажи у тебя как в этом плане какие продукты у тебя в принципе есть основной продукт основные источник дохода это запуске вот я делаю свои запуски на свою аудиторию через свой instagram например курс по сейчас будет вебинар ближайшие networking стопами и блогерами то есть очень многие люди видят всяких вот депутатов менеджеров блогеров и все спрашивают а как с ними я решил сделать отдельный продукт круто это происходит где-то раз в два месяца мои собственные продукты недавно я запускал чек-листы месяц назад ну вот так так или иначе с такой периодичностью делаю свой продукт и обязательно я делаю совместные коллаборации то есть я захожу в комнату блогера очень топовому большому раньше были поменьше сейчас большие да вот сейчас может быть мы будем делать в конце почти 800 круто и короче что я делаю я говорю слушай тебе тема интересна при нетворкинг коммуникация развитие окружения да вообще мне люди очень нужны нужны давай давай качаться то есть давай например коучинг яшный коучинг я провожу бесплатно мы с ней занимаемся она доходит до нужного желаемого результата все это рассказывает стоимость подогревает аудиторию и в конце мы делаем запуск в конце мы делаем сморго так делали да и очень прикольно вообще очень крутая тема идет подогрев начали именно такой естественный органический да и потом из этого то есть прямо такой продукт твердый вам обязательно нужно тебе обязательно нужно снять интервью либо здание либо сморго чтобы они тоже рассказали про свой запуск интерфактивно что это был бум да да они сколько больших людей собрали да за три дня там что такое это вообще рот то есть для вы мои запуски точно не того уровня но эта модель который может применить в принципе любой человек которого есть хороший классный продукт в котором он в первую очередь уверен и какой-нибудь блогер лидер мнения как которому этот продукт интересен они могут что-нибудь такое придумать тот же чек-лист не обязательно месяц бесплатно работы на кого-то прокачивать что потом по итогу сделать это лично моя модель и тоже есть очень много подводных камней но были случаи когда ты работаешь и блогер потом но это был один случай просто пропадал сливался ну и так далее так далее это другой вариант запуск 1 основной продукт запуск свои и совместные второе это двое прям костяк база да это примерно сейчас составляет на 70 процентов дохода 30 процентов это то что увеличилось раньше ты был вообще 5 это личные консультации да то есть люди люди пишут хочу консультации но ты с ними встречаешься и на пару часов прокачиваешь раньше консультации были только через выступление ну к слову на правда не про инстаграм не так же что ну не инстаграм просто другие люди не через вас когда выступаю на конференции да вот это жилой стати поговорим на это да да многие воспринимают продвижение инстаграма только через онлайн да это покупка рекламы это совместные коллаборации взаимопиар но еще и канал оффлайн что имеется ввиду если ты понимаю что ты интересный и ты можешь вообще в принципе пробовать выступить или кем-то например за раз выступить перед хотя бы несколько десятков человек ты сразу получаешь себе бесплатно несколько десятков человек и причем они сразу их очень лояльнее тебе до изначально очень очень и многие блогеры даже отказываются почему потому что им гораздо комфортнее заплатить рекламу несколько сто тысяч рублей за рекламу кого-то и тебе придет несколько десятков тысяч подписчиков да они не будут такими горячими ниже если ты пришел на форум и выступил при несколько ну пару-тройку тысяч человек я регулярно выступаю сейчас у меня за два последних месяца было 12 городов 12 выступлений я получил с каждого в среднем чуть меньше ста подписчиков скажем 6 на сколько людей там в среднем 300 то есть рельс на меня подписываются и остаются причем и вот как заметил что они в продаже переходят очень легко когда покупают курсы там всегда есть я геометка я локация и если например я выступил недавно в калининграде потом прожжу запуск у меня там 15-20 продаж калининграда но я делаю гипотезу что возможно это люди оттуда круто это не совпадение а именно вот закономерность это очень работает это не это ну мне кажется вот может применить абсолютно любой человек подумать над этим чтобы окей у меня есть личный бренд у меня есть инстаграм у меня даже есть просто несколько десятков тысяч подписчиков это наверное уже не начале такой среднего я могу выступить в университете рассказать про личный бренд про инстаграм на эту тему в университете придет блин да несколько сотен человек до несколько сотен человек придет ты поделишься полезностью за шеи внутрь фишечку и серию ой ребят слушать у меня время заканчивается вот сейчас был самый крутой слайд кому вообще интересно получить либо презентацию либо вот это вот слайд с дополнительными чек-листами по моей теме подпишитесь на мой инстаграм напишите директ хочу чек-листы круто вот выступление до оффлайн например олег торбасов много выступает но я что-то не пью и он сказал что вот через выступление у него в основном основная аудитория приходит она пляпает и недвижимость потом и все инфопродукты вот смотри какие вопросы закрывает именно оффлайн выступления формирует экспертность в первую очередь до формирует экспертный да просто вопрос как можно ли построить такой личный бренд который у тебя сейчас без вообще выступлений ну конечно легко просто это как дополнительно чуть-чуть усиливает вопрос только чуть-чуть я просто замечал по обратной связи от уважаемых коллег долгеров больших что например когда они видели многие вообще блогеры они стали мне скажем так короче уважение гораздо больше когда не вижу же продукт конец то есть то есть и не инстаграмный чепушила до очагового который постоянно говорит на какие-то темы меняется тема слева направо а ты ну ты твердый ты глубокий это твоя тема воркинг реально моя тема меня бы не пригласили на форумы регулярно если бы я не разбирался в этой теме и не получал бы ну как бы ту обратную связь которая также в сториз делюсь и так далее это создает ну реально да это добавляет очень сильного экспертности по сути тебе не нужно ждать чтобы тебя куда-то приглашали ты можешь сам себе организовать выступление выпиши список университетов вот зайди в любую там к студ совет да найди группу в контакте найди контактное лицо и напиши здравствуйте меня зовут так то я вот instagram блогера помогаю людям создавать личные бренды в instagram либо я smm либо я там отворк ты кто угодно напиши самопрезентацию себе напиши четкий запрос я сейчас рассматриваю выступление в университетах мне очень нравится ваш там университет с кем можно было по этому поводу связаться не вот так у тебя будет напиши 10 сообщений если тебе хотя бы один ответ скажет и скажет да вот давайте у нас зашибись тебе первое выступление потом ты упаковываешь кейс у тебя будет ссылочка на фотосессии либо на видео выступления ты можешь это давать теперь следующим выступлением и потихоньку потихоньку собирать свою лояльную аудиторию свою экспертность это реально круто потом закреп история сделаешь типа выступление круто 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 и сразу сразу подумал так где могу выступать это чтобы я увидел чтобы там обрезать вот так не сказал бы в начале я бы так все все что в принципе не обязательно даже стучаться кому-то вот миша чё сделал он собрал своих подписчиков арендовал зал да и выступил конечно или а второй запуск он взял блогера и сказал что мы проводим бесплатный оффлайн мастер-класс да и то есть он трафик блогера созвал и сам выступил и и когда сперта я светил еще это да здесь получатся разные цели тут ты собираешь текущую аудиторию да не создаешь себе того классную экспертность для аудитория когда выступаешь на внешней площадке ты еще помимо всего прочего получаешь новый 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 трафик то есть ну совет посоветовал бы экспертом да уже выступать начать там ну конечно это потому что это на самом деле очевидно просто многие люди реально это страх нормальный человеческий страх выйти при людьми выступить для нормально для этого мы делаем курс публичного ступени скоро вы когда можно там отметить в описании давайте скоро будет интервью ну да ну можно анонс сделать первичный смотри инфопродукты да вот как какую он цель закрывает по сути же даже тот же инстаграм вот я с клиентами когда встречаюсь там есть например федя может его даже знаешь он мероприятие организуют такие закрытые за 25 миллионов рублей строит и он на презентации с клиентами постоянно одну и ту же тему рассказал он говорит что свадьба в подмосковье стоит а также как свадьба в италии на острове кома целью да по одной и той же цене и он рассказывает показывает стану чему этим заинтересовался но это прикольно вот и как бы я говорил что инстаграм и инфопродукты могут решить твою проблему чтобы ты каждому это не рассказывал чтобы мы один раз упаковали чек-лист да про остров кома про италию сравнения какие-то сделали и у тебя уже будет продукт и не обязательно тебе на каждой встрече самому да и терять время то есть в этом плане и инстаграм он дает возможность сразу донести какую-то информацию до масс да и чек-лист это просто очень доступный материал твои консультации дорогие твое время дороже чем в сотни раз да и то есть вот в этом ты видишь суть чек-листа расскажи вот про инфопродукты да как ты их видишь и как происходит упаковка вот что что там но это хочу хорошая мысль автоматизация там передачи каких-то знаний по сути да да инфопродукты курсы и чек-листы это автоматизация передачи вот таких знаний закрепляешь свои знания да и все равно книга как видеокурс как книга и причем это не столько для заработок а сколько до для личного бренда и и вот почему например ты не бесплатный девочек есть чек-лист потому что в моем случае чек-лист хотя этому каждый автор так думает но он реально пипец какой цены то есть то что я рассказываю на курсе я реально прямо выжил и никакой воды просто максимальный контент у меня в чек-листах просто раз два три 4 5 у меня есть чек-лист как привлекать клиентов через нетворкинг блин но если чек-лист ни один человек не привлечет клиентов скорее всего он просто был не замотивирован либо надо ему пинка поджогу дать как ему дать пинка поджогу заплати маленькую денежку там повышается мотивация внедрить то что ты приобрел что-то получить да из этого какую-то пользу на самом деле рад инвестиций на самом деле я считаю что ценник на чек-листы ради этого потому что получаю что-то бесплатно ты можешь это обесценить сам того не заметил вот и получала на потом что мне когда друзья дают курсы какие-то по таргет который за десять тысяч они дали у меня он висит и висит когда ты вот прям реально ты начинаешь вкладывать деньги то повышается просто та же самая ответственность за заплаченные деньги и ты пойдешь более того ты постараешься внедрить на блин заплатил эти деньги надо что-то постараться сделать вот я считаю что это ради этого первую очередь круто а на каком этапе посоветуешь подписчикам делать чек-лист если они уже определились со своей нишей на каком этапе ну да я думаю что это вообще я для я понял что нужно вообще обратную связь до аудитории брать знаете по поводу коммуникации аудитории она подписалась на тебя она эмоционально покупать твои продукты или тебе надо ее утеплять как то продажи у тебя через прямой эфир идут прямой эфир вообще делаю редко а касаемо утеплять не утеплять 100 процентов утеплять до утеплять я вот сейчас заметил реально у меня двух всех на на блогеров есть отложенная продажа человек на тебя подписывается если он тебя слышал до этого до вероятность того что он купит прямо сейчас она там выше нежели если человек тебя видит в первый раз поэтому тебе нужно как-то это доказать через посты через stories и так далее так далее да поэтому и эксперт не поступишь на я пишу экспертные посты я постоянно думаю раньше я думал просто так мысль о сформулировал выкинул а сейчас я думаю как это лучше все подать то есть например сейчас там утром я выложил смешные stories как я долбанулся об эту лампу видел не видел я снимал типа как комфортно в новой квартире работать и типа в разных позах лежа в позе лотоса стою на столе вот и потом показал бэкстейдж как я долбанулся об лампу то есть смешно все поржали очень большая увлеченность следующее я выложу бэкстейдж нашего с тобой интервью но до этого у меня будет еще два stories когда я покажу до после за неделю у меня четыре тысячи новых подписчиков вот при 0 рублей вложения в рекламу супер следующий stories я покажу забыл у меня там в заметках короче то есть и подведу к теме ой теперь мне берут о теме личного бренда вот продажу дальше два часа дальше я уже как бы утром все продумал дальше у меня серия консультаций я буду выкладывать бэкстейдж и потом покажу отзывы а вечером я сделаю выводы о вчерашнем нетворкинге насколько важно в идеале выложу пост и подведу пост то есть что у меня получается берем весь день до остались и у меня получается первые 30 процентов это ржака люди скирова прикольно прикольно дальше показатель моей крутости типа вот некуда результат в плане личного бренда важно предыстория что до этого все время говорил про личный бренд часто там расскажу всякие лайфхаки вот я подтверждаю что не работают и третье это полезность полезность в плане вот мои выводы про вчерашний нетворкинг как правильно совмещать приятно спасти уже в посте и в stories может продублировать и вот я помню ты писал даже пост про stories то что я раньше думал чисто пользу пользу давать а сейчас ты даешь очень много развлекательного контента 4 у меня основных инсайта потому как делать правильно stories 1 это открытость но прям вообще нет ничего важнее чем открытость а вот кстати расскажи про какие-то свои слабости да ты их транслируешь ты прям все транслируешь или профессиональные какие-то можешь слабости транслировать а какие-то личные просто думаю вот например я я расскажу brown трюс ксюша она говорит что много что в жизни происходит но я далеко не все говорю да я говорю какие-то такие штуки что например у меня там не совсем получается одежду подбирать вот такое и и еще фишка то что когда и олег это говорил что когда ты просишь советы у подписчиков да а как вы считаете так или так лучше а как не сделать то ты его первых пляшешь по дудку аудитории если ты делаешь так как она сказала ты становишься не интересный потому что аудитория будет любит таких дерзких самобытных и второе ты получаешь потом много непрошенных советов когда я не согласен расскажи почему потому что вопрос твоей внутренней цели то есть ты можешь это делать специально ты можешь специально спросить вопрос задать вопрос аудитории к чай то что знаю что таким можно было больше всего увлеченность твоя статистика увеличивается в конце твоей продажи может увеличиваться и так далее так далее а история это чувствует или нет что ты это делаешь специально чтобы повысить я думаю что это я я это думаю что да да то есть вообще в принципе аудитории трудно обмануть парам ее не надо так делать я говорю про то что даже если аудитория видит что ты делаешь это специально ну то есть сколько блогеров мы смотрим в день но типом в целом среднестатически но я думаю что 23 все делают опросы вот все всегда делают опрос это же не означает что люди просто без с отсутствием собственного мнения нет у них скорее всего есть свое мнение но им интересно также мнение аудитории ну да но твоя внутренняя цель ты можешь просто не делать да просто знать да и таким образом повышаешь вовлеченность и типа на самом деле для чего нужно просто того чтобы человек мог тебе в каком-то плане прикоснуться мог иметь впечатление что он как-то воздействует на тебя на своего там культа ролевую модель это касаемо опросов то есть я не читаю что при этом ты теряешь себя ты пляшешь под дудку аудитории вот второй момент это касаемо куда мы то что ты показываешь свои слабости все или только какие-то профессиональные вот ты говоришь открытость иначе с того что мои инсайд я быть открыт смотря на других блогеров которые стараются прямо очень много рассказывать о слабости я вижу как это работает но это реально круто то есть время за это аудитория на эмоциях раскачивает я вот вывод очень простой люди реально любят людей мы любим обычных людей люди продают люди покупают мы любим обычных людей если мы видим человека который рассказывает о своей жизни делится эмоциями не только вот этими лайфстайл лакшери и лучше так далее но еще и падениями да мы будем чувствовать гораздо ближе себя к этому человеку соответственно желание соответствующее там что-то купили то и так далее она будет гораздо выше нежели человек например каким был я в инстаграме вот какое-то время назад когда я давал только контент люди не брать и кто вообще у тебя мы слышали но ты кто нет ощущения что я тебя знаю понимает и про меня вот а тот человек который может быть не дает такую же пользу но просто показать как он образно срет но образно я чувствую к нему ближе тоже я делаю то же самое каждый день это очень делай новые типа да и что я что я изменил что я сейчас внедряю я реально например понимаю что о кейс конкретный кейс пример я последнюю неделю прошлую неделю сегодня у нас понедельник понедельника я думал что скажешь среда потому что тебе сегодня понедельник всю прошлую неделю я выступал в двух городах у меня была там классная статистика по инстаграму я там знакома скал я все это показывал stories ощущение может быть что супер классно вообще супер дупер я почувствовал что это внутри а сам я сейчас ощущаю что это все неправда почему у меня сейчас классный я приехал в новую квартиру я выступаю в классных городах и консультации просто классным многим но я понимаю что для того чтобы результат поддерживать нужно там постоянно прокачиваться нужно решать более там сложные задачи не было внутри размышления чувствуется некомфорт определился тему с аудиторией прям что рассказал я сказал что как бы может вам показаться что все классно не все так круто то есть я последние две недели реально не решаю вот такие такие важные стратегические задачи это в первых не решает я откладываю я вам показываю типа что вот там конце концепта выступления и так далее на самом деле важно это делать я знаю что это есть у всех у нас давайте сегодня этим займемся и вот такой был посыл он собрал очень хорошую увлеченность и охвата круто круто конечно есть страх что ты оттолкнешь этим аудитория есть страх реальный я понял что за мы ждать я сейчас проект какой-то да да они заплатили деньги ты можешь сдохнуть постоянно думаю вот проблемы людей потому что я считаю что ты постоянно слишком слишком но зацикливаешься поделись возьми обратную связь когда я освободить до тебя да с другой стороны очень важно чтобы тебя была не только аудитория но еще окружение сильное желательно из людей которые уже там прошли этот путь либо лучше разбираются в этом вопросе ты можешь не убедились мелкие люди есть и нет очень сильно помогает то есть например просто поделиться слушай все смешно не смешно выложить не выложить то есть я например сомневаюсь потом у меня уже понимание что реально смешно что не смешно что можно что нельзя выкладывать да вот лучше потому что в любом случае искренность откровенность зашибись но при этом у тебя есть некий еще и но личный бренд который ты хочешь форм да да если ты понимаешь что вот такая дилемма постоянные люди любят людей и любят максимальную открытость при этом например но я не могу показать как я как вы другой блогер может показать потому что это попадает его лично брать у меня больше лично брать это никого экспертов к теме коммуникации я могу показывать как я бьюсь об эту лампу ругаюсь матом я могу показать что я смеюсь что я живой человек но мне лучше рассказывать еще и покупали лизняк и так далее вместо с ручьем на туалете за 30 конечно можно но при этом я сначала поинтересуюсь окружении они не скажут меньше нет не надо и тогда я не буду тестить понял и касаемо вообще перспектив инстаграма есть такое что если ты полностью сейчас не включишься в инстаграм да вот если ты только начинаешь если выбрал свою экспертность то у тебя не будет результата потому что инстаграм это реально работа как бы это легко не казалось очень крутые плоды ты можешь получить но реально блин вкачивать энергию научиться формировать свои мысли экспертность посты там много чего до рекламу ты как самую лодку строишь и там яму копаешь и озеро там все все сам и вот в этом плане да если ты потиху чуть-чуть только вкладывая что у тебя долгое время не будет результат ты можешь перегореть дай поэтому вот ты бы что по себе вот прям полностью вкладывать и какие перспективы вообще ты видишь в инстаграме ну два вопрос 1 да вот складываться не вкладываться во всех если ты хочешь стать художником ты можешь стать мистичко может стать хорошему может быть выдающимся и у каждой то градации и свой результат да ты хочешь мистичком мистичковый результат пожалуйста не больше хорошие ну и так далее то же сам iPad инстаграме хочешь прокачаться ну блин вкладывайся сколько сколько времени у тебя занимает инстаграм сейчас слушай на это приложение в среднем 5-6 часов в день но это только в самом приложении то есть ты еще параллельно думаешь планирование вообще нереально важно ну ты же еще должен как-то развиваться параллельно того чтобы думать что выкладывать должен там читается качаться смотри другие какие-то курсы вебинары прокачивать экспертность общаться с людьми типа и дали тогда жить есть вот и все остальное то есть но вначале реально как бы не просто я все время обращаю внимание так какой я был какой я сейчас и кем я был три месяца назад до 3 месяца назад я мог выкладывать stories час и при этом она была бы какашка да сейчас я не редко выкладываю хотя нет я бываю какашки много все в принципе да но на сторис этом трачу гораздо меньше меньше на просто тренировал скилл важна привычка введение конечно во всем это инстаграм правильно искал очень правильно инстаграм это отдельный ниша важно понимать что деньги стол квартира это ресурс да и сейчас новый ресурс это аудитория вот старая пор в старое более взрослое поколение они она не понимает что вы же на все нестабильно и это все важно понимать что это просто новый актив аудитория это актив instagram твой с каким-то количеством это актив многие воспринимают что ну какой-то актив вот это там стол это что-то более прочная ты можешь это пощупать аудиторию ты пощупать не можешь только если не сделаешь фан-встречу да но это реально актив который монетизируется который можно использовать и менять и развивать и так далее поэтому это игра стоит безусловно свеч и это актив но эта игра на чужой площадке до которой может закрыться понимаешь блин юрист может дана не да и где-нибудь квартиру то есть такие нюансы по сути инстаграм здесь тоже комната плане там посредник но нет не только же инстаграм есть еще и другие площадки люди тайне живые они перекачивают на другие площадки да да то есть поэтому очень важно диверсифицировать вот я об этом задумываюсь задумываюсь диверсифицировать свой портфель можно сказать да и второе это максимально конечно быстро расти потому что если ты быстро растешь ты все время на слуху и как-то вот отложишься успешно отложиться людям в голове то если например не дай бог у тебя случилось инстаграмом да ты и у тебя играет нас то что его бой быстро восстановишь либо там например люди перекачивают другую соцсеть да на лучше поэтому instagram telegram заводят блогер очень многие youtube а стоит сказать вот конечно политическая история мне всем вообще не понятно да я сейчас стал больше общаться нет мне нельзя такое говорить а я просто стал общаться с людьми из госорганов я не могу то что я знаю но реально ну например telegram же хотели заблокировать да и это повлияло там говорят процентов 50 аудитории ушло стрелями ну instagram есть кто знает что будет с instagram да реально но что никогда не случится это с вконтакте это просто такой месседж вот и более то сейчас такой тоже лайфхак его inside если выйдет аудитория будет интервью в ближайшие дни сейчас разрешат рекламу профиля сейчас вконтакте будет реклама профиль как в инстаграме есть сейчас они внедряют эту фишку здесь реклама сообщества и будет реклама профиля то есть личный бренд в вконтакте он имеет свои ограничения у тебя не может быть больше десяти тысяч друзей но при этом подписчиков бескочисленное количество там просто сильно охвата режется и органические охваты там 7 процентов в инстаграме у тебя 50 процентов органических вода в контакте все везде вот нюансы но основная мысль в том что возможно вот диверсификация это очень важная тема нужно не задуматься уже самого начала порой и вот я тебе скажу сейчас про тренды до в америке например то там очень многие заводят свои блоги профессиональные блоги где это уже твоя платформа где ты собираешь аудиторию грибов нетворкинг или михаил грибов у тебя есть сайт свой и все знают его да и если вдруг что-то случится с другой они все равно знают где тебя найти твоя база но ты можешь классно развиваться в инстаграме у тебя есть вот этот ну дом домик такой домик твой домик прям как многие до создают приложение свое там когда они в веб-сторе чтобы не быть на маркетплейсах которые ему да 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 хорошую мысль кстати хорошую мысль правильно давай теперь топ-3 совета для для аудитории кто хочет двигаться в инстаграме я сейчас напрячь так первый но мы повторим искренность очень важно говорить туда туда советом ради ребят искренность очень важна искренность то есть если вы будете показывать себя настоящего не просто только какой-то полезняк не просто только какой-то юмор а то какой вы есть на самом деле ваши мысли переживаем не бояться этого добыть открыты максимально это рассказывать получать обратную связь от аудитории вы увидите раз люди любят людей это рекомендация номер один рекомендация номер два дай подумал искренность ну вот экспертность да но это понятно да понятно что вообще может быть делиться да кстати вот рекомендация номер два это понять как вы можете быть полезной комьюнити другим блогерам ваша аудитория понятно очевидно сделать какой-то чек-лист и продавайте их ваша аудитория но сейчас больше речь про то как вам коллаборировать с другими блогерами моделями это важно да одно очень много вот я постоянно работаю с блогерами реальный инсайт очень многие блогеры одиноки и в личном плане и в профессиональном плане они херачат дома или просто одни сами по себе 24 на 7 это круто это прикольно но когда ты работаешь один у тебя мотивация не может держать себя на долгое количество времени она будет угасать вот я будут вот это вот вот эта история да да когда находишься в окружении людей которые точно такие же как ты у них такие же цели они постоянно другу поддерживают гораздо легче и эффективнее поэтому рекомендация номер два это networking это стараться общаться и попасть в окружении людей которые делают вот такие же вещи стараться общаться с людьми более высокого статуса и более высокого там больше подписчиков больше результата вот попасть постараться в это окружение как я не люблю продавать просто на самом деле реального рекомендация номер два это networking рекомендация номер три это ну наверно не жалеть инвестиций то есть если вы зарабатываете какие-то первые деньги с чек-листов с каких-то инфопродуктов стараться их реинвестировать вот самая наверное большая ошибка у многих я это замечал и со всеми клиентами с которыми я работал блогерами для которые получают кто-то первый мир свой куш первый свой доход и они их тратят на себя да и в плане самообразования и развития они покушать поесть попить потусоваться и у тебя сжимается денежная масса на реинвестицию ты вкладываешь те же самые деньги но они уже не дают такой результат который дали самого начала поэтому в идеале хотя бы тот же процент который ты инвести например 30 процентов своего дохода ты ставишь себе за правило реинвестировать в развитие блога покупать рекламы я не знаю если продал на чек-листов там на 100 тысяч ты 30 тысяч 30 тысяч реинвестируешь да у тебя увеличился доход в миллион супер для того чтобы тебе вырасти еще больше 300 недостаточно 30 до тебе нужно вот и вот это очень важная история можно об этом помнить не жадничать реально это очень важно не жаль потому что у меня тоже в этом была проблема то есть какие-то деньги первые за работу так как не потратить на как скопить как скопить как удержать как их в ячейку я не знаю кто думает еще вы положить в банк например в ячейку но реально и важно это реинвестировать не жалеть и вкладываться в том числе в себя все будет шокер да да и три приложения которыми ты пользуешься сейчас толчащик гораздо пользуется иншотом потому что я запариваюсь поводу сторис там всякий монтаж на скорость и так далее слушай я до сих пор добавляю музыку в ломотиве по-моему уже этого никто не делает вы на где музыку я в иншоте включаю диктофон и фига себе да кстати я в ломотиве добавляю топ-1 приложение ну реально самое самое популярное и известное приложение для сторис вам поможет все спасибо большое бро очень круто а напишите насколько вам понравилось интервью мне мне показалось очень классно и было вот прям сочнейшая напишите от 0 до 10 и если вам понравится то мы также еще раз проведем уже на какую-то более узкую например тему с мишей нетворкинг все бро погнали